Капотник 32 техцентра ОМЗАП. Пройдем посмотрим, чем сегодня он живет. Привет, Александр. Привет, снова у нас. Пойдем посмотрим, как? Пойдем, делайте маленькую экскурсию. Ну, у нас хоть сегодня весна нас покинула и на улице до сих пор минус один, а у нас здесь, собственно, тепло, хорошо, работа кипит. Пойдем пробежимся, что у нас тут интересного. Так, смотри, здесь у нас, как всегда, наши друзья на Грандстарксах. Машинка приехала заменить масло в процессе. Лен пожаловался на посторонний звук в районе приводного где-то там ремня навесного. По факту оказалось, что подсвистывает из-под выпускного коллектора, по характерным следам нагара. Из прокладки выпускного коллектора подсекало. Вот сейчас сняли коллектор, будем менять прокладки. Заодно посмотрим, на всякий случай, плоскость коллектора. Бывает, что иногда их немножко ведет. Здесь Серега тут уже заканчивает. В принципе, стандартная ТОшка, по мелочи стойки стабилизатора. Пошли под замену. В принципе, ничего, как обычно. А вот нам еще поступил свеженький туксончик. Вот здесь человек после ДТП. Удар у него пришелся в переднее левое колесо. Здесь хорошо видно, какие повреждения. По ходовой части посмотрели. Там потребуется поменять передний и нижний рычаг. Даже визуально видно, что уже деформация на нем присутствует. И вот сейчас процениваем стоимость восстановления кузова. У Валера как раз наш мастер кузовного цеха уже снял, записал все повреждения. Обговорили с клиентом предварительно, что клиент хочет от автомобиля. Какое состояние его привезти. Но, конечно же, автомобиль новый хочет в идеал его восстановить. Сейчас ребята проценивают все запчасти, которые будут там по мелочи меняться. Ну, и не по мелочи тоже. Там один бампер, наверное, будет в кругленькую сумму обойдется. Новая машина, да, аналог человек не хочет. Хочет устанавливать на оригинале. Тут, наверное, придется вложиться. Ну, чуть позже мы, наверное, об этом узнаем. Соренто XM приехал на профилактику шлицевого соединения. Он лег в процессе еще, пока разбирал, увидел, что есть дополнительные люфты. Сейчас вот разбирает. Про Валшрус тоже стандартная болячка этих автомобилей. Да, ну-ка лег. Вот это вибрация на скорости. Вот это вибрация на скорости. Да. Вот сейчас все разом мы будем устранять. Вот скажите мне, на каком поколении закончились проблемы с промвалом? Сейчас же на новых уже нет этого, да, дефекта? Просто у них пробеги еще не такие большие, а проблемы не закончились. Пока, вот, грубо говоря, машины где-то до 19-го года, полноприводные корейцы, у них эта проблема существует. Даже на свежий, кстати, приезжает Мохава, да, у них там передний мост. Не такая система немножко, как здесь. И том, даже на очень маленьких пробегах вот приезжали машины 20-го, 21-го года с минимальными пробегами, что-то там 20-40 тысяч вот в этом интервале. И там такая же ситуация присутствует. Мы уже, наверное, машины три за последние пару месяцев на них меняли промвал, а он там идет с таким щелком, который от переднего редуктора, и также внутренняя граната была разбита. Ценник вылетает там далеко не демократичный, но куда деваться. Вибрация людей настолько сильно мучает, что готовы любые деньги потратить, лишь бы устранить. А здесь, смотри, как раз вот Леха снимал буквально вчера мотор. Заехал Hyundai Grandeur V6 с проблемой текущих головок. Вот здесь вот пойдем обойдем, покажу. Вот у нас, получается, у него поперечное расположение двигателя, и это у нас задняя головка. И вот здесь, если посмотришь, вон, прям хорошо по стыку головки видно, что текла. Все происходит из-за тепловых нагрузок, которые задняя голова испытывает намного больше. Здесь будет сто процентов, будь он, две болты КВЦ. Да. Но это алюминиевый блок. Алюминиевый блок. И вот, даже если посмотришь, здесь вот, прям вот подтек уже старый. То есть это он уже давно с этим катался. И это вот, наконец, решился на ремонт. Г-6 ДЕ. ДЕ, да. Да, Г-6 ДЕ. Модификация. Ну и это не единичный случай? Да нет, слушай, на самом деле, очень много этих V-образников приезжают. Их стоит только немножко так подогреть. И реально, в основном, пробитая прокладка обусловлена тем, что болты ГБЦ просто тянут резьбу в блоке. Уже не обеспечивая при этом момент, прокладка начинает сопливить. Ну, начинается все с дальней головы, но, как правило, ну, кстати, здесь тоже уже такая же история. Если посмотреть, вот они немножко, уже тоже начало положено. Ну да. Поэтому, в любом случае, головки будут сниматься две. Еще плюс будем смотреть состояние самого блока. Становление резьбы, как минимум. Скорее всего, сколько вот при мне этих машин не приезжало. Хотя бы несколько болтов, может быть, не все, но, как минимум, там, два-три минимум выходили вместе с резьбой. Слушай, ну, а на джинезисах, кстати, да, возьмем, касательно, ты говоришь, поперечная, продольная, но на джинезисы тоже самое. У продольных страдают они так же, только они, так как у них продольное расположение, да, у них именно задняя часть, вот эта, которая менее охлаждается, у них она нагружена. Очень часто, как раз, вот, пятые, шестые цилиндры у них в основном имеют задиры, потому что более теплонагруженные. Ну, не считая всего остального. Так что, в любом случае, проблема с охлаждением алюминиевых блоков, она существует. Повсеместно. Повсеместно, и вот люди рано или поздно с такой проблемой сталкиваются, приезжают на ремонт. Ну, в принципе, у нас не пугает, работаем мы с этими движками. Здесь у нас Леша делает, всем хорошо известным владельцам корейцев, D4HB, 2,2 дизель. Здесь у человека после замены ГРМ в стороннем сервисе идет масляное запотевание вокруг ТНВД. Сейчас будем переуплотнять, в принципе, достаточно быстро все делается при наличии спецоборудования. Тут даже... Съемничек надо? Да, как видно, вот, если посмотришь, вот съемничек, вот даже цепь, крышка не снимается, цепь на месте, все, имея спецоборудование, все легко сделать. Здесь человек приехал с проблемой по топливной системе, сделали тест-обратки, стандарт, инспекцию топливного фильтра, в топливный фильтр увидели кучу больших таких хлопьев металлических. Сразу полезли в бак, бак, кстати, вот от нее уже снят, демонтирован. Как видно, ну, бак уже, мягко говоря, сгнил. Внутри пошло отслоение металла, которое попало в фильтр. Это уже немножко вот так пытались его мыть, но это все бесполезно. Приняли решение, что потребуется его замена. Помимо этого, ремонт топливной аппаратуры, которая, к сожалению, пострадала из-за попадания в топливо все этого металла. Фильтр, к сожалению, все не успел отфильтровать. Ну, в основном, упираемся сейчас вот пока в ожидании нового бака и будем приступать к сборке. А, пойдем еще покажу здесь интересный момент. Вон, Серега у нас занимается. Это у нас двигатели с Kia Mohawk, дизель V6. Меняли комплект цепей. На этом автомобиле самый простой способ замены цепей – это только с демонтажом двигателя. Потому что на машине сделать это, если кто-то и может, ну, значит, там у человека просто очень гибкие руки. Крайняя сложность – это и шанс собрать криво очень большой. Тут еще надо учесть такой нюанс. Многие пишут, ну, типа, сложно снимать двигатель. Часто такое я слышу в комментариях, что зачем снимать мотор. Надо учитывать тот факт, что мы можем снять мотор быстро, потому что у нас есть для этого все необходимое. Подъемник, специнструмент. И главный навык механика, который может это сделать достаточно быстро, облегчив себе в дальнейшем работу по тому же самому замену цепей. Сделать намного быстрее по итогу и более качественно. Исключая потом какие-то течи той же самой передней крышки. Потому что поставить ее, приклеить ее на место на машине, используя герметик, не смазать его достаточно легко, когда на машине ты все делаешь в ограниченном пространстве. Чуть-чуть криво поставил, герметик, там где-то его слезало, слой оказался неравномерный в этом месте, потом может потечь. Плюс он может попасть вовнутрь, все это летит в маслозаборник потом. Зачем? Тем более здесь еще попутно обнаружилась течь корпуса масляного фильтра, он здесь стоит в развале. Да, поездленник. Да. Соответственно его поменяли на новый, потому что старый уже начал даже местами... По пластику, практически. По пластику и видно было, что он уже чуть ли не на грани того, что крошился, потому что пробег уже приличный, а пластик все-таки имеет свой свой службы, как ни крути. Ягуар, машина сотрудника. Был произведен ремонт задней части после небольшого удара. Въехал грузовичок, был поврежден заднее левое крыло, бампер, немножко крышка багажника пострадала. Все, машина в принципе уже открашена, все эти небольшие дефекты устранены. Сейчас, ну, осталось только потом ее отполировать. Все работы, в принципе, закончили. Вот, собственно, можете посмотреть. Вот у нас два задних крыла, задний бампер, ну и там еще были заменены кронштейны крепления в процессе, которые также пострадали. Так, а вот, смотри, здесь сейчас у нас вот процесс подготовки к покраске. Сейчас будем открашивать. Свеженький соренто стоит. Человек предварительно по знакомству поехал, ему программно удалили работу экологии. К нам он приехал уже на ее физическое удаление. Вон, Леха у нас уже. А, я так, вау, смотри, он же собирает. Лех, ты собираешь уже, да? Собираю. Все, да, не успели мы на интересное, но все уже. Леха снял коллектор, удалил оттуда сажевый фильтр, аккуратненько все заварил. Сейчас приступает к обратной сборке. Я думаю, уже чуть-чуть и машина поедет. Здесь у нас стоит сид, сейчас в ожидании ремонта будем менять сцепление на данном автомобиле. Пробег уже сейчас. Давай-ка посмотрим, сколько же на нем пробега. О, 339. Ну, человек уже не из первых рук. Возможно, это уже даже не первая замена сцепления на этом автомобиле. Потому что, конечно, все зависит еще и от того, от стиля вождения. Но, как правило, ну, 150-200 больше сцеплений не ходит. Пойдем, пробежимся еще на парковку. Посмотрим, что же у нас там стоит на парковке на нашей. Солярис. Ремонт мотора. Двигатель 1.6. Мотор начал поджирать масло со временем. Человек явно не уследил. Автомобиль поступил уже с дико стучащим мотором. Когда разобрали, увидели, что вкладыши шатуна, всех четырех шатунов, провернуло. Вкладыши коренные были на грани проворота. Кстати, вот сейчас мы проходили. Там вот клиент как раз с этого автомобиля привез новый блок, шортблок в сборе. Потому что восстановление старого блока, посчитали, ну, оказалось реально экономически невыгодным. А что пробег был еще? Пробег у него где-то за 220, насколько я помню. Странно, да? Достаточно надежный двигатель. Надежный двигатель? Нет. Здесь просто человек не уследил за уровнем масла. Во-первых, там были еще наружные течи. И мотор подъедал. Потому что когда разобрали, там маслосъемные кольца, они в принципе залегли. Может быть, не так часто менялось масло, как потребовалось. Ну, по-хорошему, где-то 7, как мы рекомендуем, 7-8. Колечки легли, мотор поджирал, не уследил, потому что слились с мотора. Там у него заливка-то в районе 3 литров, а слили где-то 1,5 литра. Вот. Поэтому все, да, печально. Но, видишь, блок, вот, как раз блок привезли. Я думаю, в ближайшие дни будем приступать к сборке. Так, i-40 тоже на капитальный ремонт. Двухлитровый G4NA со стандартными проблемами задиров. Сейчас ждем блок из гилизовки, и по приходу блока приступаем к сборке. Так, здесь у нас машинка стоит StarX. Сейчас машина пока остывает. Клиент ее приехал, оставил. У него проблема в том, что на холодную есть посторонний стук. Причем сам клиент пока не может точно охарактеризовать. То ли форсунок, то ли от навесного, то ли от мотора. На горячую все тихо, работает идеально. По параметрам смотрим, вообще все супер. Поэтому вот пока холодно стоит, чуть остынет. И будем заводить, смотреть, что же с ним. 35-й. Двухлитровый G4NA. Капиталка. Сейчас на гилизовке. Ждем прихода. Optima. Такая же история. Капитальный ремонт двигателя. Как видно, двигателя нет. Двигатели... Катализаторы на месте были? Катализаторы, да, на месте. Но катализаторы будем удалять, потому что, когда посмотрели, там уже достаточно сильное разрушение присутствует на нем. Там есть сейчас, мы отсюда с тобой не увидим. Но, ребята, эндоскопом, когда просматривали, верхняя часть уже сильно погрызена. И, собственно, рисковать не стоит. А мотор КДЖ, да, здесь? Да, здесь КДЖ. Кстати, за последний год прибавились. Их до суши, да. В этом году их намного больше. Начало приезжать в ремонт. Так, ну, сзади тебя СИД. G4 FC. Тоже на капиталку. Но здесь пробег солидный. Здесь пробег уже за 300. Изначально клиент приехал поменять комплект ГРМ, проверить состояние катализатора и проверить состояние поршневой. Начали, конечно, проверили катализатор, увидели то, что у катализатора, на удивление, он там еще есть. Но в таком печальном состоянии, то есть практически он полностью прогорел, нам осталось, наверное, может быть, треть от него. Поршневая показала, что часть все-таки успела попасть у нас. В цилиндры и вся поршневая изодрана. А причиной стука, который клиент думал, что это растянутая цепь, оказалась все-таки не цепь. Ну, в любом случае, цепь здесь пойдет под замену, потому что клиент машиной владеет порядка 120 тысяч пробега. Цепь он не менял. Ну, и по цепочке при разборе было видно, что, мягко говоря, она требует замены. А мотор с наличием? Все пришло. Сейчас сегодня или завтра уже приступаем к сборке. Все, и он с гильзовки вернулся. Я думаю, что ближайший день-два мы его соберем, поставим на автомобиль, сможем его отдать. Значит, смотри, тоже интересный автомобиль. Grand Star X с легендарным двигателем D4CB. Приехал к нам вчера из города Ульяновск. Автомобиль... Ульяновск, крыша, да? Да, да, такая достаточно редкая комплектация, которая у нас встречается нечасто. В Ульяновске, со слов клиента, у него развалилась турбина. При замене турбины ему замерили давление масла. Давление масла там было критически малым. Со слов клиента это где-то 1,5 бар. Зачем-то там ребята все-таки сняли мотор, разобрали. Когда увидели достаточно сильные повреждения уже, сказали, что лучше обратиться ему в какой-то узкоспециализированный сервис, потому что они не готовы взять на себя ответственность для того, чтобы его собрать. Спрашивается, зачем тогда разбирали. Ну, клиент вышел на нас, с ним созвонился. Вот вчера приехал автовоз. С автовоза его сгрузили. А двигатель лежал в салоне. А двигатель, да, разобранный лежит в салоне. Вот завтра выделили время для того, чтобы отдефектовать то, что привезли. Попытаться составить схему ремонта. Ну, это, естественно, будет сложнее. Ну, всегда, слушай, всегда сложнее собирать то, что кто-то разобрал. Это если еще попались добросовестные ребята, которые хотя бы разложили аккуратно весь крепеж от этого мотора. Иногда привозят моторы в таком состоянии, что все раскидано в хаотичном порядке по багажнику. И попробую, и уходит минимум день для того, чтобы хотя бы просто разложить это все аккуратно. По факту, ну, такой ремонт всегда обходится дороже. За кем-то доделывать, переделывать. Это намного реально сложнее, нежели делать все с нуля. Так, ну, здесь у нас практически все автомобили в ремонте двигателя. Тоже киосид, уже без движка. Блок на гильзовке. Также задиры с развалившимся катализатором. Так, здесь у нас Соренто. Давай посмотрим, что у него. Это у нас человек приехал на профилактические работы с маленьким уровнем антифриза. По опрессовке показало повышенное давление в системе охлаждения. Сняты радиаторы, которые мы будем промывать в дальнейшем. ГБЦ уехала у нас на опрессовку для проверки целостности. И если опрессовка пройдет, делаем фрезеровку, чтобы выровнять плоскость. И будем ставить обратно. Это вот как раз вот тот ки-махав двигатель, который чуть раньше мы с тобой уже видели у Сереги на сборке. Вот он ждет, как он дособерется. Будем загонять ставить. О, это... Это у нас автомобиль сотрудника. Тоже ждет ремонта. У человека на этом легендарном автомобиле подклинили тормоза. Вот заказал себе ремкомплект. Ожидаем ремкомплект. А вот, кстати, вот тот грандер, двигатель, на котором у нас потекли головки. Вот стоит здесь, ждет приговора. Это уже пошли готовые у нас с тобой автомобили. Гранд Старекс, на котором мы с потекшей головкой. Головку в итоге мы меняли, потому что каналы антифризные, которые были на головке, алюминий разъела так, что принято было решение заменить на новое. Собрали, проверили, работает, ждет. Здесь у нас там машины после ТОшкин. Ну, собственно, вот наш небольшой такой экскурс по сервису. Как обычно, работы у нас хватает. Всегда готовы помочь нашим клиентам в ремонте. Как с ТОшками, так и с более тяжелыми случаями. Поэтому, ребят, если вам будет интересно, готовы такие обзоры делать регулярно, чтобы вы видели, что происходит в сервисе, вот эту внутреннюю кухню нашу. Ну, и до новых встреч. Всегда рад вас видеть у нас в гостях. Счастливо!